Вчера опять произошла конфликтная ситуация с работниками рынка Вячеслава, которые приходят и мне угрожают и мешают работать. Они вчера пришли, 4 парня, сказали, что или я заключаю договор с Кудрявцевой, или я здесь работать не буду. Они заварят мне лоток. А вчера они мне сказали, они встали по периметру, закрыли мой прилавок и отгоняли, покупателям говорили, что я не работаю. Потом еще вызвали милицию на меня же и сказали, что я не хочу с ними заключать, договор, поэтому они здесь стоят. И вот на этом основании они мне сказали, если я не заключу договор, значит они мне заварят. И на этом все конец. Они сказали, это сегодня ко мне они пришли, завтра сказали, будут ходить ко всем предпринимателям, которые не хотят с ними заключать договор. Входы в магазин заварят? Да, входы в магазин заварят. И вы решили всем коллективам прийти сегодня? Ну уже, но если сегодня меня коснется, завтра другого, послезавтра третьего. И так они по одному нас будут клевать. Ну до каких это шпор? По поводу милиции, вы говорили, что они вызвали милицию, по поводу того, что вы сопротивлялись? Нет, что я не хочу заключать договор, что я стою на земле Кудрявцевой, не хочу с ней заключать договор. А мы сказали, пусть в законном порядке, она оформит до конца, дооформляет документы на землю, и потом мы уже будем, потому что, пускай будет у кого-то законные документы. Мы тогда на основании этого будем заключать договор на аренду земли, потому что у нее нет полностью комплекта, что она имеет право сдавать в аренду. Она властник, но она не имеет права сдавать в аренду. Поэтому вот идет эта вся конфликтная ситуация. Когда она уже оформит, и она будет иметь право сдавать именно в аренду, тогда, пожалуйста, пусть подходит, мы заключим сразу договор. С Кудрявцевой мы завариваем ваш прилавок. Я говорю, вы что прикалываетесь? Вы никто, или заключаете с Кудрявцевой, или вы отсюда выметаетесь. Это же не можно каждый день так приходить на работу. Давайте мы довольны с так, девчонки. У нас уже не было все, кто-то на сайте. Олег, вы не сюда. Я в течение нашей сессии? Давайте мы довольны. Сейчас присоединиться, не переживай. Я вам обещаю, что лично я вникну до конца в этот вопрос, так как мы сейчас разбирались с Рябово и с другими землями, много вопросов. Поэтому мы вникнем до конца и проинформируем вас. Я не буду ничего обещать, но то, что мы вас защитим, это 100%. Можно еще маленькую ремарку? Смотрите, всем известно, что она не платит за землю. Есть тоже какой-то законодательный акт, на основании чего можно забрать землю за неуплату. Но почему-то никто этим не занимается. То есть бюджет от нее не поступает. Нам даже озвучили сумму 550 тысяч. Мы это знаем. В следующей сессии этот вопрос, если не будет расплаты, то мы будем информируем. Обязательно встретимся с вами. Мы сегодня хотим этот вопрос решить, а не потом. Мы будем каждый обходить. Сессия закончится, дай Бог нам в этом здоровье, сессия закончится в СОВ-12. Если там будет какая-то ситуация с тем, что вы говорите, значит я потом после сессии найду там начальника милиции, иду до тех хлопцев в Балаклавах, потому что они таки... Они на меня же и вызвали милицию. Ну мы будем разбирать. Поэтому давайте таким образом. Если сегодня их не будет, и вы там будете працювать, значит мы сегодня не встречаемся, зустрянемся с вами десь в город, уже будем... Теперь адвокат, который защищает ваши права в комитетском суде. Его можно побачить? Да, его сейчас немало. Нет, я думаю, что вы давайте ее в понедельник, чтобы я с ним пообщался, чтобы я с ним пообщался. Потому что вы нам помогли просто, ему подсказали какие-то нюансы и... Я хочу пообщаться со всеми... Это позор, для того, чтобы не вышел, хотите с мером, а добавить права, что вам надо сказать. Мер поручил их на Турску, у нас, вы тут все. Поэтому я вчера для этой темы как-то занимаюсь. И у каждого предпринимателя по 10-15 лет уже мы с вами... Мы вчера, вчера, мы с вами, 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 нервозом. Мы вчера тоже начали знание питанье, какие-то разглядать, принимать решения. Мы тоже 20-15 лет. Ну, такая ситуация была. А можно еще вопрос? Я не понимаю. Поэтому будем працювать. Можно вопрос? А скажите, пожалуйста, кто это за ребята, которые его были ради? Мы прекрасно знаем. Я не знаю. Дело в том, что 50% у Копылова, 25% у Кудрявцевой и 25% у Жесаных. Там ситуация была такая. На прошлой неделе, на прошлой неделе Кудрявцево приводит телевидение, вроде бы, на Думскую сутку. Мы, да, в Датчике. Тут никого там не было, один я на них попал. Я им просто сказав, ребята, зараз идем в налоговую. Вона рассказывает, что она денег не бере. Собираем предпринимателей. Считаем, сколько она собрала с предпринимателей. Идем в налоговую. Сколько она заплатила в налоговую и задаем ему вопрос. Куда дела резкости? Это вопрос, и они сразу со мной покрутились, покрутились, архитировались, и видно, кому ты доложил, и где мне звонок, и где мне звонок, и где мне звонок, и я говорю, кто вы такой, я говорю, надо, чтобы кто-то звонил, чтобы я понимаю, кто. Я говорю, звонит там, кто я знаю, говорит, да, Юленька, это эти ребята, которые действительно владеют рынком. Мы договоримся, встретимся с ним, я звонил в субботу втром. Я говорю, вы договариваете или выясняете отношения? Мы хотим договориться. Я говорю, ну, что особо договориться? Будем договориться? Ну, мы с вами сразу встретимся. В субботу был у меня звонок, но я не был в отец. И теперь я с ним буду в пятницу в субботу, постараюсь себя почути их. Если они действительно хотят договориться, потому что тут вариант такой же, понимаете, любая война, рано или поздно, и так гибель либо обоих сторон, либо одной из сторон. А если договориться, то в этом есть какая-то надежда. Поэтому я с ними зустрянусь, зустрянусь с ними, пообщаюсь с ними, пообщаюсь, что они скажут. И чтобы их представитель приехал. Вы единственное, что, во сколько там человек працюет? 100 торговых мест. Мне надо было, чтобы всех торговых мест, ну, чтобы не стача, чтобы было человек 10 человек, выберите такую инициативную группу. Там не прийдем 10 человек, вы нам позвоните, мы сюда придемте. Да, не-не, ну, чтобы вы между собой приделились, к кого вы там человек 10. И вот эти все переговоры, вот это будем с вами начинать. И приведите, вот 10 человек, вы придете, возьмите адвоката, приведите, чтобы я звел его. Ну, будем как-то работать. А лишь вы разумеете, пока она не оформит землю, какие могут быть домовлены? Как можно домовляться? Мы сегодня домовляемся так. Я ж не знаю, когда эта сторона захочет как-то договориться, значит, будем шукать, либо мы захочем договориться, то от вас то залежит. Продолжение следует...